Всем привет дорогие друзья, с вами Максим и очередной эпизод видео прохождения Infamous 2, где мы отыгрываем роль злобного выродка Коула. Видосик не предназначен для лиц младше 18 лет, так как присутствуют грубые выражения, а также убийства почти что живых людей. Ну все, по стандарту проходим парочку дополнительных миссий и одну сюжетную. Что-то тут интересное изображено. Какой-то черножопый парень, видимо хочет с нами вместе скурить Крэг. Хроника с места событий. Бери камеру и дуй в порт. Зверь там неслабо порезвился. Нужны фотографии. Хорошо будут тебе фотографии, но вот этого выродка я оставлять в покое точно не буду. Удерживайте R2, чтобы управлять камерой и щелкайте юбки грязных шлюх. Нет, не грязных шлюх, а голимых монстров. Так, нужно сделать две фотографии. Уничтоженный кран и отпечаток лапы зверя, который натворил там кучу неприятностей, принес и бедствия в Нью-Море. А власти до сих пор не пошевелят ни одним волоском на своей жопе, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и как-то обезопасить жизни обычных граждан. Не только узурпатор колд, убийца, несправедливый маньяк. Только он может спасти обычных людей. Некоторым, конечно, причинит боль и горе. Так, нужно сфотографировать здесь что? Уничтоженный кран. Вот она, лапка. Отлично. Теперь уничтоженный кран. Чуть дальше пройдем и его мы сфотографируем. И что? Зиг нам скажет, а молодец! Теперь ты, юный фотолюбитель, достоин некого уважения и почета. Вот у нас сломанный кран. Вот, вот, пойдет. Ну что, мы великолепны? Говорят, в окрестностях разгуливает волосный монстр. Уже есть жертвы. Надо узнать... Классно. Супер. Что это, прошу прощения, было за говно? Написано было, вас засекли. Я спокойно фотографировал, осматривал окрестности. Сделайте фотографию балладного монстра, пожирающего местного жителя. Я что, виноват, что находился совсем рядом с ним? Он же там, как раз таки этот монстр появился прямо перед моим носом. Миссия провалилась. Сфотографировал, теперь можно его... Готовься! К тебе приближаются ледяные солдаты! Ох, не торопись учинять расправу! Сначала сфотографируй их фокусы! Нафига мне эти... Ладно, давай. Сделал? Да чтоб тебя! Вроде бы есть. Ледяной солдат в воздухе. Замочен. Теперь нужен кокон повелителя улья и тяжеловооруженный ледяной солдат в башне. Это обычный чувак. Где у нас тяжеловооруженные ледяные солдаты? Тут у нас... Вон, 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 туда нужно сфотографировать. Ну-ка, парень, стой на месте! Вот, вот, тяжеловооруженный солдат. Или что это такое вообще? Теперь кокон повелителя улья. Это что такое? Как мне найти подобное? Пока пацаны тут разбираются друг с другом, я должен сообразить, где... 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 Нужно мне фотографию надо сделать. Ты пошел ты вон отсюда! На, суперудар не вышло сделать. И одного, и второго выродка замочил. Где саный кокон? Чуваки! Не имею ни малейшего представления, дай-ка, от того парня. Мочканул. Ой, в голову. Ой, хорошо, в ногу ему просадил. Еле-еле смог убить после нескольких выстрелов. Что мне нужно сфотографировать? Тут не сразу понятно. А, вон, звездочка. Звездочка мигает, туда нужно двигаться. Ну, отлично. И там что? Вот, вот этого вот... Вот это создание дерзкое нужно сфотографировать. Ну, постой, постой, постой секундочку. Кокон нужно сверху, да? Так? Супер. Только цель за пределами видимости. Но она отображается у меня здесь. Не пойму. Может, нужно пока она свежая? Фиг его знает, как фотографировать этот кокон обоссанный. Да не этого черта мне нужно, нифига не его. Ух ты, нихрена себе, что это такое? Отлично. Я снял то, что необходимо. Таких засранцев ранее не видел. Теперь необходимо победить всех противников. Да, сделаю это после того, как нужным количеством энергии подпитаюсь высосать жизнь. Увы, не получится у вот этих вот огромных тварей, подземных червей. Поэтому придется как-то с ними аккуратненько расправляться вручную. Давайте, вылазьте, не позорьте. Мое имя бодрое. Давай расправимся с ними. Закидаем гранатками. Ракетками. Да всем арсеналом, что есть у Коула. Ой, ой, нужно подзарядиться. Победите всех противников. С радостью сделаю это. Жалко только, что отсосать у них жизни не получится. Ну, от чего? От чего можем подпитаться? Вон, везде есть молнии. То есть, везде изображены источники. Наконец, к одному подошел. Ой, еще один ледяной говнюк. Он вообще не особо мне помогает сражаться с этими монстрами. Он появляется. Что ты думаешь, бессмертный? Ну, экскурсия по городу подошла к концу. Да, брат, мы сорвали джекпот. Вот это выродки. Мини-миссия Хроника с места событий завершена. Так, отправлюсь на следующую небольшую миссию. Вот она, битва на берегу залива. Ох, скорее всего, придется разные машинки кидать в кораблики. Очень интересное такое занятие, хочу вам сказать. Вот, вот это умение нужно использовать. Не забывать, что оно, в принципе, у меня в арсенале присутствует. А то как-то было дело. Закидывал гранатами. Хотя можно было парочкой машин воспользоваться. Нет, я стоял. Чего-то там ждал, не пойми. Адового взрыва от своих гранат. Немощных. Ни хрена, лучше машину кидать. Гораздо более выгодное и быстрое мероприятие. Внизу находится. Вот. Мужичок с бородой. Начнем. В драке ополченцев и ледяных монстров не должен победить никто. Это верно ты заметил, говнюк. И ты сам не должен победить, поэтому... Пару раз промазал. Ничего. Ты абсолютно верно говоришь. Я в живых не оставляю ни ледяных монстров, ни ополченцев, ни каких-то гнойных выродков, дающих мне задания. Жалко, конечно, что это не битва с пиратами фактически на кораблях. Это самое обычное столкновение лицом к лицу. Вот этих ополченцев с ледяными салтыли, с кем они там сражают. Кто вообще с кем берется? В общем, одни выродки с другими выродками. И во все это дело встревает кол. Ну-ка дай-ка я сейчас... Ой, ой, ой. Вот этого... Вот этого черта нужно поаккуратней. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее кол подзарядка. Блин. Ох ты, меня сейчас замочат. Один выстрел в спину. Я буду готов. Нет. По крайней мере, пытаюсь что-то сопротивляться немножко. Ложись. Остановись. Рачком. Сейчас будем тебя обрабатывать. Остренько, конечно, молнией. Что-то регенерация никак не сработает. Удар в голову попал совершенно внезапно. Так, этот жук вылез навозный. И не получается его четко атаковать. О, взрывается, но слабовато. Прямо как-то реально слабовато. К сожалению, операция по отсасыванию энергии сейчас бесполезна. Потому что кучи противников нет. Ну, стой ты спокойно. Сейчас на тебя будем лепить наши гранаты. Не вышло. Хотя ладно, давай попытаюсь отсосать. Может быть, парочка. Хоть людей попадут, да, в область действия. Два человека. Даже три. Три говнюка готовы. Этот подземный жук никак не сдохнет. Гранаты мои слишком далеко улетают. Атакует своими вот этими новыми коконами. Не пойми, каким образом он эволюционировал. И смог использовать такую атаку. Ну, один маленький взрыв он готов. Со всеми... Нет, ты что? Думал, со всеми разобрался противниками. Осталось парочка прыщей. Которые я должен вырезать буквально ножом. Соскобливых со своей жопы. Ну-ка, давай. Отлично. Последний враг. Последний противник. Он звездочка красненькая на мини-карте горит. Ой, он от сражения так далеко убежал. Маленький трусливый уродец. Ничего за хрень. Когда они успели овладеть подобными техниками? Вот же колдуны. Ой, да это тоже своего рода босс. Интересно, а у него можно соснуть душу? Так, поближе попробую подобраться. Давай, 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 давай. Не боимся. Операция по отсасыванию на него не действует. Да что за несправедливость-то такая? Не, ну почему? Позвольте выяснить, что за дело. Ну, по голове-то я ему стреляю, это нормально, конечно. Но он уходит от меня. Все дальше и дальше. Куда-то испарился. Может быть, в реку. Да, смотри, упал и сразу подох почему-то. Эти мутанты не умеют плавать. Прикосновение к водице для них смертельно. Опыт получен. Точность увеличена. Нет, подожди. Мне вообще на точность насрать. У меня есть 400. Я куплю адскую ракету, наконец-то. Наконец-то я куплю адскую ракету. Да, черные выстрелы. Великолепно. То, к чему я шел в несколько эпизодов видеопрохождения, это адская ракета. Охренительно. Теперь еще больше дамага. Более точного дамага будут причинять. Офигенные выстрелы. Постоянно будут летать из моих лап. Но нужно еще больше очков, которые у меня вот, кончились, все. А апгрейды покупать нужно. Можно было бы воспользоваться пользовательскими миссиями, которые, по сути, помогают тебе раскрыть весь потенциал, купить все апгрейды. Но зачем? Это дополнительная трата времени. К тому же эти миссии, скажем, прямо совершенно неинтересны. Я имею в виду, с зелеными точками отмеченные. Хрень собачья. Итак, у нас сюжетная миссия называется Электрификация топливного завода. То есть вот эту вот часть начнем потихонечку электрифицировать. Хлево! Подходим уже к концу игры, так я полагаю. Зик, сейчас врублю питание на заводе. Я тебя прикрою. Сейчас встретишь пару ледяных монстров. Придется убрать их с дороги. Хм, понял. Используем ракету. Ой-ой-ой, уже подзабыл, как это использовать. Одного замочил. Одного замочил. Где-то здесь второй монстр. Вот он. К нему сейчас подлечу. Выведу из игры. И к следующему. И к третьему. И ко всем. Кому только Зик пожелает. Ну-ка, давай. Ой-ой-ой, моя ракетка. Поворачивайся, поворачивайся. Готово. Первая ракета пролетела. Теперь мы должны последовать туда. Самое главное, всех этих ледяных уродов, обладающих, тем не менее, огромной силой, смогли свое пути сбить. Здесь у меня небольшой кристаллик, который поможет впоследствии мне продвинуться. Да, емкость батареи нужно увеличивать. Забывать и игнорировать. Я бы не рекомендовал. Да-давай, коробка себе по этой пальме, словно обезьянка черненькая. Да, только не нужно в жопке ковыряться, а потом нюхать свои пальчики, словно обезьянка черненькая. Ух ты, вы, люди, фотографируйте меня. Кланяйтесь мне на колени. Смотрите, как я одного урода из вашего вида мочу. И так будет с каждым. Зато все остальные счастливы и довольны. Вот такой компромисс вас ожидает. Люис, безусловно, с жесточайшим диктатором. Колом Магратом. Пойдем. Смотри, как медленно машинки двигаются. Обратили внимание, тут что, пробка? Давайте я немножко вам помогу, черти. А? Это никого? Не, походу, никто не понял, что двигаться нужно быстрее. Таксист, ты и Вася, давай, езди быстрее. Что ты такой за урод? Какова цена твоих услуг? Ноль. На. Не понимаю, что эти выродки так медленно двигаются. Топливный завод, это, считай, одна большая проб-зона. Теперь транзакапал тебе нефть и все корабли. Красота. Так, мне нужна будет подзарядка. Вскоре. О, говно. Вот это не очень приятно. А в этом районе-то еще электричества нет. Видите, как темно здесь? Паркур кол. Активируем трансформатор. Сейчас будет разборка. Ну, давайте, вылазьте, твари. Вон, потихоньку нападаете на меня. Это с него все началось. Эх, не удалось. Буду мои ракеты черные запускать. Да вы что, парни, я хочу только добра. Хочу электрифицировать этот район. Я за людей, за нормальных пацанов. Чем вы тут занимаетесь? Вон, вон, где-то там прячется. Надеюсь, взрывной волной его унесет. Один есть. Все, трансформатор защищен. Дай-ка я суперудар возьму. Один. И второй. На случай того, если мне придется отсасывать массу энергии у целой толпы грязных ниггеров. Давай-ка. Используем энергию для второго выстрела. Где второй трансформатор? А, прежде нужно этих ледяных охранников вывести, да? То есть, видите, усложняется процесс. То в обычный генератор нужно было залететь, а то теперь... Ой, ой. Я каких-то обычных парней зацепил. Теперь еще и некую охрану мощную нужно мочить. Видите, как все непросто. Там вверху генератор или очередной? Нет, очередной ледяной говнюк. Далее двигаемся. Эта ракета фактически бессмертна. Пока ты не врежешься, да, куда-нибудь ей. Ах ты черт, зачем я это сказал? Пока ты не врежешься. Врезался. Ладно, зато сейчас абсолютное большинство этих ледяных засранцев замочены. И теперь продолжаем с того момента, где я остановилась. Вот здесь какую-то трубу налетела, но она уничтожена. Поэтому можем дальше двигаться. Вот. С одного раза не получилось. Пришлось вторую эту ракетку запускать. Ну-ка, давай повыше. Никак этих гигантов не завалим. А, нет, вот, все, уже трансформатор. Готов, теперь к нему перебираемся и начинаем защищать. Ладно, тут помимо огромных охранников, еще и толпу. Слушай, Зик, тут полно ледяных монстров. Шпионы Лароши говорят, они захватили почти весь район. А Бертран заглядывает сюда. Недавно видели пару раз. Он даже под обстрелом умудряется вести дела. Вот и встретимся. И Бертрана за воли. И Бертрана завалим. И ледяных монстров кол одолеет. Ничто не остановит нас на мстительном пути. И, в конце концов, с этой Газилой, по сути, еще нужно справиться с огромнейшим монстром. На которого, походу, все нахрен забили правительство всех стран. Никаким образом на него не обращает. Хотя здесь вообще всем людям на этой сраной голубой планете Пидерской пора объединиться. И всеми усилиями ударить. Потому что, ну, разрушит она одну страну. Она же пойдет и на другие. Все ресурсы необходимо было запускать на уничтожение этого монстра. Но тут какие-то нереалистичные, походу, события происходят. Начинаем защищать трансформатор. Слишком открытая местность. Со всех сторон на меня будут нападать. А, ладно, даже париться не буду. Или буду? Нет, походу, все-таки буду. Так, дай-ка я толкну. Толкну одного, второго. Что-то не очень получается толкать. Слушайте, а что мне за толкательная техника-то включена на кресте? Кошмарный взрыв. Дай-ка посмотрю, что на крестик. Самое клевое, это кошмарный взрыв. Облако дыма и пепло ослепляет. И дезориентирует всех, кто окажется в нем. Но не толкает, да? Дезориентирует. Защитите. Что такое? Что происходит-то? Не понял юмора? Не нужно, видимо, чтобы они приближались так близко. То есть так сильно приближались. Откуда ж я знал? Оу, нифига. Так, ну-ка, все-таки я сменю кошмарный взрыв на альфа-взрыв. Или нет, на самый обычный, да? На ударный взрыв. Мне вот такой сейчас и нужен. Не понимаю, что-то не работает. Да пошел ты в задницу. Так, походу мне пора сосать. Смотри, куда идешь. Награда, награда, награда. Вон они, вон они, выродки. Пытаюсь их пинать отсюда. Ну-ка, пошли вон. Как же вас тут много. Дай-ка я еще раз сосательную технику применю. Ой, сдохните. Все вы сдохните поскорее. В голову. Нет, не в голову. Хотя второму смог зарядить. Еще один. Пошел вон. Справился. В следующую сторону кидаю. Очередной район сейчас будем электрифицировать. Куда там далее? Куда там далее? Опять в трубы попал. К сожалению, тут еще быстрее комбо прерывается. Поэтому второй заряд используем. Да какая вообще разница, если они бесконечны? Вон там еще один ледяной гигант. Далее. Продвигаемся. Не особо суетимся. Да и скорость этой ракеты не такая уж большая. Маневрированность хорошая. Можно перемещать ее туда-сюда, как тебе угодно, парень. Ага. Вот и угодно. Не угодила ты мне, сраная ракета. Давай, двигаемся. Уничтожим всех выродков. Всех ледяных гигантов с их остренькими льдинками. Засуньте им в глаза их обратно. Ну давай, ускоряйся. Быстрее. Здесь такая тьма и безысходность, что мне страшно становится. Грустно что-то на душе. Депрессия повергает меня же в самого в шок. Где там этот сраный генератор? Ой, столбы везде. Решетки. Да сука такая. Очередной ракетой пользуемся. А расстояние, скажу сразу, не шуточное. Поэтому нужно тут постараться попасть в цель. И не задеть какие-нибудь решетки, трубы, дома, провода. Обычных людей можно уничтожать. Это такое пример. Обычных все-таки можно. И даже где-то нужно. Ой-ой-ой-ой. Давай выше, выше. Супер. С другой стороны находится. Надеюсь, теперь уже генератор. А не обычный черт. Ой-ой-ой-ой. Что-то не то, не туда. Давай-ка немножко взмоем ввысь. А теперь развернемся, чтобы можно было осмотреть место. Да нифига не вижу. Что происходит-то такого? Давай еще раз развернемся. Получше. Ах ты! Не бесконечно? Эта ракета оказывается не бесконечно. Как изначально, то в моих мыслях, в детских фантазиях, было представлено, что ракета Теслы бесконечно будет двигаться, уничтожать все и вся на своем пути. Возможно, от обычных людишек она как раз-таки подзаряжалась. Да. Вот он, генератор. Он спрятан где-то от обычных глаз. Все, Коул, это последний. Ну и наконец-то. Сколько можно здесь мутить всякие штуки. Очень странно. Зверь будто сквозь землю провалился. Увидишь. Еще объявится. Пока вроде сообщения о радиационном заражении нет. Видимо, до города не достало. И то радость. Да какая тебе радость, Коул. Рано или поздно тебе придется встретиться с ним лицом к лицу. Необходимое количество энергии ты накопишь, чтобы справиться с безумным зверем, уничтожающим все на своем пути. Как и я. Я же сам уничтожаю все на своем пути. И зверь. Он мне конкурент. Но мы-то прекрасно знаем, что конкуренции Коул не терпит. Он единственный и главный в этом мире узурпатор. Не позволит всяким выродкам занимать его место. Что такое? Что такое? Обычных парней как-то мне было тяжело замочить. Да я в принципе еще не замочил. Он в голову попал меткий стрелок. Великолепный и дерзкий. На своих двоих пытаюсь добраться до... Аааа! Так тут энергии вообще нет. Поэтому подзаряжаться можно только от трансформатора, которому сейчас и бегу. Скорее всего, тот факт, что я замочил этих мудачков, которые попались мне на пути, вообще никак не влияет на успех. И вот эти тоже черти никак не влияют на количество последующих отбивателей этого генератора. Что такое? У меня какие-то слабые атаки. Почему так много приходится бить их, а они не дохнут и не дохнут? Это ловушка! Мистер Маград, это моя новая система безопасности. Выхода нет. Простое устройство, но молнии не пропустит. А вот пули, пули запросто. Хитроумная мышеловка. Что тебе надо? Я знаю, откуда ветер дует. С тех пор, как ты пришел сюда, мое влияние слабеет. И вот зверь явился в Нюморе. В одиночку я с этой тварью не справлюсь. Но вместе... Ну, вместе... Мы станем героями. Ага. Я понял. Отличный план. Но опасаюсь, что в удобный момент ты загонишь мне нож в спину. Послушай, Бертран. Хочешь, чтобы я спас город? Чтобы я убил зверя? Выпусти меня и не путайся под ногами. Хотел бы я также верить в твои силы. Но... Если ты не с нами, то... Ты против нас. Парни! Тебе нет места в море мире. Эээ, ты что делаешь? Проклятый макарант, выбирающий законы природы. Воздух! Ты мог бы помочь мне в святом деле. И тогда Господь, вероятно, простил бы тебя. Но нет. Ты отказался и обрек себя на заслуженную хану. Воздух! 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 Откуда мы энергию черпаем? Воздух, ребята! Не забудьте уничтожить труп! Воздух! Тут что-то должно быть! Икс, мне нужна помощь! Срочно! Иду, братишка! Зик? Кто это? Ха-ха-ха! Видели? Зик Данбар! Настоящий мужик! О да! Черт! Ладно, мы тебя вытащим. Не волнуйся. Ты живой? Да. Да. Слушай, Зик, я был неправ. Извини, друг. А я облажался в Эмпайр-Сити. Забудем. Нет. Ты самый верный друг. Спасибо. Просто слово «бра» для меня не пустой звук. Я сваливаю. Скоро явится ополчение. Хм. Миссия пройдена. Чуваки. Чуть не забыл, зачем я к тебе шел-то? Один парень из ополчения проболтался, что Бертран прячет энергоядро где-то в своих ангарах. Стоит проверить. Конечно, стоит. Не забываем, что мы электрифицировали весь район. По сути, весь Нью-Морей теперь наш. Осталось захватить под свое влияние оставшиеся райончики, пройти пару миссий и по сути, будет конец игры. То есть, мы близки, как никогда. А пока что, чуваки, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Максим. Всем спасибо за просмотр.